Всем добрый день. Про чернобыльскую катастрофу написано очень много книг, снято фильмов, сделаны десятки фоторепортажей, но, я думаю, ничто не сравнится со свидетельствами очевидцев. И чем больше мы будем слышать подобных рассказов, тем более целостной будет становиться картина, произошедшего в ту трагическую ночь. Сегодня в музее Чернобыльской атомной станции города Славутища я встретилась с Владимиром Ивановичем Семикоповым. Это работник Чернобыльской атомной станции, который в ночь аварии находился в непосредственной близости к эпицентру взрыва. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Спасибо, что согласились встретиться. Расскажите немножко о себе, тогда в те годы, 80-е, кем вы работали, где жили, каким составом семьи? Ну, я жил в городе Припяти, жена и сын. Сыну было на момент аварии 2 года 6 месяцев. Работал я на станции с 80-го года, сразу как пришел с армии. Я сначала устроился в химцех на вторую очередь, на ВСРУ, это вспомогательная система реакторного отделения. Там проработал я 5 лет, и за полгода до аварии перевелся в РЦ-2. Руководство у вас приняло с распростертыми объятиями. Да, приняло с распростертыми объятиями, потому что я был спортсменом, а тогда же были соцсоревнования эти все, и баллы, там баллы, баллы. Я играл в футбол, и за сборную города я играл, и за сборную станции играл, и за сборную цеха. То есть я один приносил больше баллов, чем весь цех вместе взятый. И Александр Петрович Коваленко очень хороший был, такой человек вообще, человечный человек был. Да, я еще к тому же был не комсомолец. Не может быть в те времена не комсомолец. Да, был не комсомолец, да. И он когда узнал, что я не комсомолец, он говорит, Володя, вступишь в комсомол? Примем, да. Возьму, по переводу. Где-то за месяц до аварии я вступил в комсомол. То есть поступил в комсомол. Наверное, даже взносы не успели. Не успел, да, да, не успел. Как раз вот это же один месяц. Только мне вот этот комсомольский билет там выдали на цеховом собрании торжественно. А как попал я в аварию, я вообще не должен был попасть. А подождите немножко. Давайте немножко другой аварии, 1982 года. Вы же при этом уже работали на сайте. Да, я работал, но я ничего про нее не знал. Я работал в химцехе. А что тогда произошло на сегодняшний момент? Я, честно говоря, не знаю я. Я не знаю, но я знаю, что там где-то каналы поплавились, там какие-то каналы вырезали, какие-то новые ставили. Я не в курсе. Своим дозиметром каким-то вы не зафиксировали повышение радиации? Понимаете, как таковых дозиметров не было. У нас были кассеты ИФКУ. Они вешались в целлофановом кулечке таком маленьком были, вешались на пуговицу. Ты идешь на работу, со своей ячейки его берешь, одеваешь, пошел на работу. С работы идешь, снял, в ячейку положил. В выпуск уходишь, он остается в ячейке. Когда ты в выпуск уходишь, они изымаются. Видимо, там, я не знаю, проявляются они. И смотрят. Там обычная пленка, фотопленка. Они смотрят, насколько она там засветилась. Они вообще были рассчитаны на 5 рентген в год. А вот эти накопители, которые мы их называли карандаши, они выдавались только там, допустим, если ты работаешь в сильно загрязенном помещении, по наряду, только тогда они выдавались. Но там можно было посмотреть в это вот окошечко, сколько там у тебя миллирентген ты набрал. А какой общий фонд был на станции? Вы знаете, я вам скажу, что у нас на станции с радиационной безопасностью было все в порядке до аварии. Было очень хорошо. Ну, вот я в химцехе работал. Даже можно было пить воду с баков чистого конденсата. Я даже сам пробовал ее на вкус. Ну, нормально, чистенькая вода, все хорошее. Другие станции, вот, например, у меня друзья ездили там в командировке, там, я не помню, или на Смоленскую, или на Курскую. Там, говорят, вообще ужас. Там, по сравнению, вообще Чернобыльская станция считалась самой чистой. Смоленская и Курская, тем не менее, до сих пор работают с таким же типом реакторов. Ну, да, они работают, но дело же, понимаете, дело в том, что единственное, с чем согласен был, что вот написала Комсомольская правда, я не помню, за какое число, но это уже было в Москве где-то в мае, я читал. Там четко определили. Они написали, что совокупность маловероятных причин привела к аварии. То есть, вот, знаете, вот накапливалось, накапливалось. Это же не только на нашей станции. Наша станция оказалась крайней, скажем так. А что вы имеете в виду? А я имею в виду то, что могло случиться на любой другой станции. Совершенно, ну, если, там, допустим, блоки, они совершенно идентичны, одинаковые вообще, до винтика одинаковые. У нас так получилось, что у нас Анатолий Степанович Дятлов взял на себе ответственность и... Скорее, инициативу. Да, инициативу, да, и ответственность, и даже, скажем, не ответственность, а безответственность. Ну, я не знаю, я не судья, я не хочу судить, тем более его уже нету. Вот, ну, это я слышал от инженеров, которые непосредственно работали на Блочном в ту ночь. От Топтунова, Лени, царство небесное, покойное. Что он говорил Топтунов? Ну, что заставлял делать то, что нельзя делать. То есть, приказывал делать то, что регламентом запрещалось это делать. И в итоге он нажал кнопку остановки блока? Да, в итоге он его не послушался, но это уже было поздно. В итоге он самостоятельно нажал за пять кнопку, но это уже не помогло. Там уже все, уже все это произошло. Он не рассказывал вам, когда нажал кнопку, что произошло? Ну, как вот, понимаете, вот как рассказывал. Если человек получил запредельную дозу, вот он может что-то рассказать? Тем более, молодой парень, 60-го года, вообще не женатый, ни детей, ничего. Такой прекрасный был человек, вообще спокойный, мы его называли Леопольд, кот Леопольд. Он на кота Леопольда похож, он такой мирный был, он даже внешне был похож. Усики такие, я вот сейчас посмотрел фотографии, снова вспомнил. Я когда зашел на щит на БЩУ после взрыва, мы там, так вот эти вот стрелки, показания положения стержня управления и защиты, СУЗОВ, они были как попало стояли. Расскажите по порядку, что происходило с вами, где вы были в ту ночь, как развивались события? Ну вот, на работу я, ну, мог бы не идти на работу в эту смену, я был освобожден, потому что я, у меня была команда, я занимался командой, молодые ребята. Мы должны были ехать на календарную игру, и меня освободили. Тем более, что блок шел на ремонт, на плановый, работы там, в принципе, такой особой не было. А Игорь, им Симоненко, старший оператор мой, вот он умер в том году, хороший парень был такой вот. 45 лет мы с ним продружили. Он говорит, что ты будешь дома? Мне одному скучно, приходи, посидим, поболтаем. Да, я дам тебе отдохнуть, там работы никакого не будет, ты же сам знаешь, что... Ну и он пришел на смену, мы с ним обход сделали вдвоем, все оборудование работает нормально. Мы думали, что блок стоит, во-первых. Мы пришли на работу, а все работает. Зашли на щит, говорим, что такое? Говорит, ну, работаем, опускаемся потихонечку. А еще перед этим я шел на работу, вот по поводу Валера Хадимчука. Мы переодевались рядом, в шкафчике рядом. Это как раз была последняя смена, что у нас была с нуля. Вот. И он, смотрю, переодевается, так вот взял свою одежду рабочую. Говорит, фу, как это грязно. Говорит, пошел к там пропускнице, там женщина, что выдает чистую одежду. Говорит, там, дай мне чистую одежду. Говорит, Валера, зачем тебе чистая одежда? Я говорю, Валера, нафига тебе чистая одежда? У нас последняя смена, мы уходим. Придем, потом с 16 оденешься чисто. Не-не-не, Володя, не-не, я одену чистая. Не хочу я в грязном ходить, и все. Ну, говорю, ну, одевайся. Он начал одеваться, а я пошел в свои старые одежды. Ну и все, смену приняли. Нормально все вроде, хорошо. Потом где-то около часу, наверное, к нам зашел киповец Саша Бабин. Приборы проверять, работают, не работают. Они там каждую смену приходили, отметки делали. Расписывали, ставили число, время. Ну вот, он посмотрел, все работает, нормально все. И мы сели там, поставили чайник, попить чаю. Тут звонит начальник смены, Валерий Иванович Перевозченко. Игорю звонит, старшему оператору. Говорит, давай, Игорь, закачивай гелий в рецепиенты, потому что идем на останов. Вот, гелий не нужен, а гелий дорогой. Его не выбрасывают в атмосферу, его закачивают в рецепиенты. Это такие емкости. Хорошо, все, сейчас будем делать. Там же все автоматика. Ну, все, схему собрали, подготовили. Игорь нажимает там на задвижку на вход в рецепиенты. Она не пошла с пульта. Говорит, Володя, пойди вниз, открой вручную ее. Я говорю, так, давай попьем чай, потом пойду. Ну, это же не к спеху. Ну, у нас какие были отношения? Мы хоть были и друзья, но на работе, вы же понимаете, на работе старший оператор, да, работа есть работа. Друзья, мы там уже, за территорией станции. Вот. Я без проблем, я чай оставил, пошел на лифте, спустился вниз на минус 6. Открыл эту задвижку. Она сразу пошла. Я ей, говорю, позвонил снизу, говорю, Игорь, все нормально? Я пошла. Она говорит, я вижу, все, подымайся наверх. Вот, я поднялся наверх, на счетовую, и буквально где-то, ну, может, через минут 5, наверное, первый хлопок такой. Свет погас, мы так в недоумении, что такое, что за... Вы вдвоем были, да? Троем мы были, да, троем, троем были. Еще с бабин Саша был. А, он тогда почетов. Да, он, да. Ну, он там с нами тоже чай решил попить. Свет погас, потом свет снова загорелся. Потом второй хлопок такой вот. Мы все в недоумении, что случилось, что вот так вот друг на друга. И так хорошо, так, такие хлопки были ощутимые. И потом вот это, следом третий. Но когда третий уже был не просто хлопок, а уже был такой конкретный взрыв. Посыпалась штукатурка с потолка. У нас потолки высокие, метров по 5, наверное, были по 6, наверное. Я не знаю, ну, высокие, очень высокие потолки. Посыпалась штукатурка. Ну, и что, мы приняли решение покинуть щит. Потому что компрессора начали по автоматике отключаться. А у нас написано в инструкции, что в случае угрозы жизни, то персонал обязан покинуть помещение. Ну, мы выскочили с этого помещения. Саша там даже, по-моему, босиком выбежал. Бахилы, они носили как пижоны, знаете, так вот пятки стаптывали и просто как в тапочках ходили. Выбежали в коридор. Побежали сразу в сторону ГЦНов. А со стороны ГЦН, вот так, знаете, как в кино замедленном. Такие клубы или пыль, или пар. И вот так медленно так на нас идет это все. А коридор такой длинноватый, где-то, может, метров 50-60, наверное, вот такой вот. Мы назад. В другую сторону побежали. Хотели открыть дверь, дверь не открывается. Ну, перекосило, видимо, ее. Игорь говорит, давайте. А, и от взрыва окно одно выбило. Ну, это плюс 12. Это, ну, он, Игорь говорит, вон там, говорит, есть кабель. А тут как раз вот этого окна стоял вентилятор здоровенный, колорейфер здоровый такой стоял, помню. Не смонтированный даже. Он говорит, там есть кабель. Давайте мы сейчас кабель, ну, подцепим. А, я еще выбежал, говорю, пацаны, говорю, похоже, это война. Жуткие слова вы говорили. Это не жуткие слова. Дело в том, что, понимаете, мы когда учились в техникуме, да, нам же все рассказывали. Нам рассказывали страшилки про злых американцев, про злой блок НАТО, знаете, вот такое. И что в случае ядерной войны первым будет что? Будет уничтожаться стратегически важные объекты. Естественно. Это мосты, атомные станции, железнодорожные станции. Ну, что я мог подумать. Пришел на работу, как на праздник, да, и тут раз-бах такой. Ну, я говорю, давай беги туда, тащи этот кабель. Говорю, ну, там хоть длинный. Да, говорит, длинный метров 20. Он побежал за кабелем, а я так в окно высунулся, знаете, так вот смотрю, думаю, небо голубое, да? Звезд, ну, это не голубое, а темно-сенее, звезды. Яркие, и дождь. Как дождь? Вот так, дождь проливной, вот ливень просто, вот так вот. Я говорю, нет, Игорь, я не полезу. Говорю, как хочешь, я не полезу. Это, говорю, это не дождь. Это пар с аппарата вылетел и конденсируется. Говорю, мы сейчас туда полезем, мы с тобой облезем и неровно обрастем. Вот такой фон никак не чувствовался? Нет, он, понимаете, он чувствовался. Мы когда выбежали со счетовой, я вот это упустил. Тишина просто такая звенящая. Вот, ну, тишина просто. И запах, вот этот, и вкус металла. Сразу, я говорю, Игорь, что-то, говорю, здесь не то. А запаха озона не было? Вот чистый воздух, понимаете? Чистейший воздух, да. Вот как перед грозой, да? Да-да-да, чистейший воздух и вот, и вроде как вот железо. Я говорю, Игорь, здесь что-то не то. Дело в том, что я как раз где-то за месяц до этого я сдал экзамены, сдавал экзамены. И у меня вот это как раз было, в экзаменах у меня были вопросы такие по ядерной безопасности, по радиационной безопасности, признаки лучевой болезни, вот это все. То есть вы как раз подготовлены? Да, это свежее, я все знаю. Я говорю, нет, Игорь, я не полезу. Я говорю, давай попробуем дверь открыть. Попробуем. И мы троем вот это же еле-еле ее открыли, ну, чтобы просунуться. Мы просунулись, а еще когда шли на работу, мошки было очень много. Зеленый такой вот с крылышками, много-много было мошки. Как никогда много, вы знаете, вот. Именно в эту ночь? Именно вот в эту ночь, да, вот когда мы шли на работу. Какие-то мистические вещи вы говорили? Серьезно, вот, ну, по крайней мере, я на это внимание обратил. Я еще Игорю сказал, я говорю, смотри, сколько мошки сегодня. И вот мы когда просунулись вот в эту дверь, эта мошка вся валялась на полу. Вся. Мы, короче, на эту грязную лестницу вышли, потом перешли на чистую. Бабин убежал к себе. Мы вышли на БЩИУ-4. Что там происходило? Там ничего не происходило. Там стоял дятла в коридоре и что-то орал. А мы что-то так посмотрели, посмотрел я в окно. Я говорю, Игорь, по-моему, в СРО нету. Ну, где я раньше работал. Оно такое немножко, как-то вроде отдельно так пристроено. Он говорит, да нет, там же Васильич Туровис. Такой мужик был тоже своеобразный. Я говорю, там же Васильич. Говорю, нету в СРО. Он говорит, да нет, нет, ты ошибаешься. Вон в СРО стоит, все нормально. И дятлов подошел, мы подбежали. Я говорю, Степаныч, нету реактора нету. Компрессора тучились, ну, ноль давления, все. Ну, он, как он это любил говорить. Что он говорит? Типа, замолчите караси. Такие-то матом. И потом пробегал Юра Руснак. Или Руснак, по-равильной фамилии. Надеюсь, не обидится. Он был ДЭМом на ЦСЧУ, на Центральном щите управления. Это электрики там сидят. Я говорю, Юра, передай, пожалуйста, на БЩУ. Говорю, у нас связи нету. Передай на БЩУ начальнику смены, что газовый контур, мы живые. Чтобы нас не искали. Ну, то есть мы вышли, мы живые. Конечно, да, важно. Да. Ну, надо сообщить же было, где мы и что. А он в попыхах это забыл. И что вас пришло. И нас искали, да. Ну, и вот, значит, мы вот это стояли возле БЩУ-4. Возле Блочного щита. Суеты никакой. Я вам скажу, что никакой ни паники, ничего. Все нормально, все было. Вот, двери были на БЩУ открыты. Там тоже ни криков, ни шума, ничего, ни суеты. Вот, и потом, значит, к нам спустили сверху, вот уже покойный Кургус Толик и Олег Генрих. Это операторы центрального зала. Центрального зала, да. Кургус обожженный, страшное дело, блин. Олег нормальный. Олег, потому что в момент взрыва Олег находился там в подсобочке. Да. Что он, оказывается, в лодке горел. У него так рукава были засучены без курвки, просто в нательном белье. Лицо обожженное. Шкура висит на шее, на руках. Вот такое вот, что было понятно, когда вот сосиску олушиваешь, да, вот с этой вот. Вот так у него все руки и лицо, вот это все. Прямо вот куски кожи, да, поселили, да. Да, 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 вот. Ну и точка, это еще Олег Генрих должен сказать Кургусу спасибо, что он его вывел от центрального зала. Там же лестницы были все разрушены. И, кстати, вот этот лифт, на котором я опускался, да, вот, задвижку закрывать, его просто не было, там была улица. Вот если бы я, если бы Игорь повелся бы, да, на меня и сказал там типа, ладно, попей чай, а потом пойдешь. Это у меня бы уже не было. Спасибо Игорю, что он вот так вот настоял. Ну и что делать? Побежали мы в сторону, в торец четвертого блока, спустились вниз. А там тоже большие окна такие, стекло такое толстое. И дверь, выход на улицу. А там замок. Боже. Ну, по распоряжению начальства все, все аварийные выходы, все были на замках. Вот так вот. Все было на замках. Попытались замок этот сбить этим, хорошо там был, это как его, ствол пожарный, ну, пожарный, это рука, висел ствол. Стволом попытались его сбить, не получилось. Но я тогда уже с такой яростью, не знаю, с отчаяния, ногой в это стекло, как долбанул, нога там, а стекло целое. То есть, я ногой выбил просто дырку, вот так вот, настолько это резко, быстро я ударил, что у меня даже тут шрам еще на ноге есть, от этого стекла. Нога там, а оно целое. Ну, не удалось добить его. Да, мы потом уже этим стволом добили, оно, короче, его били. Игорь перелез на улицу, Олег перелез, я кургуза поднял, на руках туда им передал. Вот. И мы побежали на вторую проходную, где прапорщики стоят. И как раз вот это бежали, ну, мимо этого вот, вот на картина, где вот этот вывалился блок весь вот это вот, через графитовые блоки прыгали там. Ну, короче, бежали очень быстро, я думаю, что, наверное, рекорд бы поставили, если бы засекли бы там время там на 100 метровке. Пробежали, подбегаем к этому, проходной ко второй, на встречу бежит прапорщик с пистолетом, стой, стрелять буду, блин, назад. Я говорю, ты что, вообще охренел, что ли? Говорю, мы, пацан, говорю, обгорел, помогите лучше, что мы, нет, стой, стрелять буду. Почему он возмущался? Вы куда-то попали на место? У них был приказ никого не выпускать, уже сразу. Я говорю, возьми пацана, говорю, ну, что-то какой-то укол ему обезболиваю, что сделать? Он, а, там, он меня узнал уже потом, говорит, на, говорит, у меня была кличка Узбек. А, Узбек, это ты? Говорю, да. Давай, короче, мы Кургуза отдали, они ему через, прям, я даже видел, они прямо через брюки ему укол сюда вот, обезболивающий. Садили, говорю, вызывайте скорую, давайте, что-то, ну, надо же в больницу срочно везти. И мы троем уже, Кургуза мы сдали, и мы троем, я, Симоненко и Генрих, и мы пошли в сторону БК-2. А, забежали мы на азотно-кислородную. Забежали на азотно-кислородную, там Коля Бондаренко, оператор этот, азотно-кислородный, качает азот и кислород на блок. Я говорю, Коль, ты что делаешь? Он, качаю. Я говорю, что ты качаешь, блока нет, куда ты качаешь? А он ходит там. Как ни в чем не бывало. Да, он даже не слышал взрыва, потому что там компрессора работают, не слышно. Я говорю, Коля, что ты качаешь? Он, у меня давление есть. Говорю, так блока нет, куда ты качаешь? Говорю, вали отсюда, вы быстрее, блин. Так, подождите, вот вы сейчас сказали, реактора нет. Вы когда это поняли, что вот действительно непоправимое случилось, что реактора нет? Мы в окно видели, что его нет. Но вы осознали, какой при этом уровень радиации? Ничего, ничего мы не знали. Короче, мы там, где мы стояли возле стекла этого, с дятлом мы там общались, там потом нам сказали, что был прострел по 15 тысяч рентгенов, блин. Боже. Вот, а мы там минут, наверное, ну минут пять точно стояли. И потом же мы пробежали мимо вот этого, где стена блока вывалилась, мы там пробежали, мы там тоже поймали. Я даже не знаю сколько, ну, но бежали быстро. Вот, а потом, значит, мы пошли, после этой АКС, мы пошли на второе БК. Но в тот момент пожарные еще не приехали? Пожарные, когда мы как раз подходили, приехал первый расчет пожарный, Толик Захаров, водитель, тоже он, тоже пострадал, тоже. Я к нему подбежал, говорю, слышь, говорю, водила. Но я тогда его не знал. Это мы потом уже познакомились, в больницах разнакомились. Я говорю, слышь, водила, говорю, надо пацана срочно на скорую. Он говорит, там на проходной, на вторую. Скорых еще не было. Он говорит, я не имею права, у меня приказ. Говорю, ну тогда хоть по рации вызови, скорые там. Говорит, да уже скорые вызвали. И вот это, когда он мне сказал, и первая скорая проехала. Мы потом зашли на БК-2, и вот вышел Витя Дегтяренко, тоже он покойный. Он вышел в женской такой рубашке, и тоже весь, вот так руки держат, вот так вот, весь оборженный, руки черные. Говорю, Витя, что случилось? Он говорит, я в пластикат упал. А он был оператором ГЦНов, Валера Хадимчук, то сразу провалился там, наверное, в 501 помещение. Вот, а темно же было, и, представляете, разрывается трубопровод. Вода там была при температуре, там где-то, ну скажем, там 150 градусов, да, там 200 градусов при давлении 11 атмосфер. А здесь атмосфера давления сразу раз, оно сразу все в пар, а на полу вся станция была устелена пластикатом. И вот этот пластикат, он вскипел, блин. И Витя бежал, и обошел там зацепился, и упал вот этот же в этот пластикат. Он, ой, Володя, больно, больно, так больно. Я говорю, Витя, ну сейчас я подожди, выбежал, скорая проезжает, я за скорой побежал. Мы его посадили, он уехал, вот. Ну и мы стоим же на улице, ну ребята молодые, по 20, сколько нам там было, по 26 лет там, или по 27. Закурили, курим стоим, это все. А мы же с Игорем говорим, Олегу Генриху, говорю, Олег, ты с Кургозом был вместе, говорю, Олег, давай, наверное, лучше в больницу. Давай в больницу, потому что... А он, нет, такой типа патриот, знаете, такой там, нет, да вы что, пацаны, я с вами. Говорю, ну хорошо тогда, стой. И где-то минута через две его начало полоскать. И скорая подъезжает, мы его в скорую кинули. Мы зашли в самопропускник, помылись, одели чистую одежду. Кто-то сказал, что, мол, поступило указание, что кто вот находится на улице, все идите на первую очередь туда. И мы поднялись на двадцать, ну, в этот коридор золотой, ну да, да, тогда он еще не был золотой. И так тихонечко, и идем туда, в сторону первой очереди. Бежит дозиметрист. Я говорю, ну-ка, померяй нас. Он так нас развеет, меняйтесь. Я говорю, как, Коля, меняйтесь, мы только поменялись. Он говорит, меняйтесь, вы грязные, как черти, шкалы не хватает. Ну, мы пошли на первую очередь, и вот пришли, а там уже люди, зашли в самопропускник, помылись, снова переоделись, люди уже сидят. И тогда появился, по-моему, Акулинин Сережа. Тогда нам дал таблетки, эти ткали и йод, такие, выпили, запили водой. Минуты через три, через четыре Игорь начал полоскать. Потом я говорю, Игорь, это все, надо в больницу. И уже пошли в медпункт, давление померили. А что давление? Во-первых, медперсонал не знал, что такое вообще лучевая болезнь. Как вообще, что это такое, какие симптомы даже. Ну, как вот, плохо-плохо в больницу. Нас привезли. В Припятскую, да? Да, в МСЧ-126 привезли нас. Эту всю одежду сняли. Напили с марганцовки, наверное, по ведру. Там уже такие баки стояли. Эти выварки с раствором марганцовки. Пропили, побливали, пропили, порвали, короче, такое. Ну, прочистили желудок. Кстати, московские врачи говорили, что это очень правильно сделали. И очень правильно, и очень квалифицированы наши медики в этом отношении. Ну, и все. И потом, значит, в палату у нас. Это же лежал я, Игорь, Телятников, вот этот тетенок. Потом лежал Вова, бомж. Что значит бомж? Ну, бомж, он обычный, обычный бродяга. Спал там в люке где-то там. На станции? Ну, вот здесь станции. И когда она взорвалась, он вылез там, пошел смотреть. И там такую дозу тоже поймал. Он, по-моему, тоже уже умер, я не знаю. Тетенок лежал. И, говорит, так лежит, и говорит, наверное, я умру. Я говорю, что ты такое говоришь? Ты еще молодой парень, говорю. Он, по-моему, тоже с 60-го или 62-го года молодой. Ни женатый, ни детей, ничего. Говорю, что ты такое говоришь? Говорит, будешь ты еще жить, что-то еще, и женя себе, еще дети будут, и все. Он говорит, нет, 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 говорит, я умру. Она же там закрыли в больнице. Сразу на капельницу, вот так вот, в две руки сюда и сюда. Одновременно в две руки? Да, в две руки капельницы сразу. Я потом где-то часа полтора мы пролежали, я там не мог руки согнуть. Ну, они как застыли руки в суставах. Ну, понятно, да. Это тоже очень правильно выводить. А потом пришел отец Игоря Симоненко, он пришел ко мне домой. А, я пытался звонить с АБК-2, позвонил сест Режины, у нее был телефон. Они трубку не взяли. Я минут через пять перезваниваю, и все, связи нет, связь с городом отключили. Я хотел их предупредить, чтобы они не выходили, там, позакрывали окна, все такое. Она, тем более, беременная была. И вы не успели никого предупредить? Да, да, дочка маленькая была, да, и она вторым была беременная. Боже мой. А Игорь домой позвонил, сказал, что там, типа, вот такая-такая фигня, не переживайте, все нормально. Ты, говорит, сходи домой к Узбеку, скажи, там, Вале, жене, что все нормально, мы живые, там, чтобы не переживал. Вот, а он потом утром пришел, дядя Витя, хороший такой мужик, говорит, я вам спирт принес, будете? А, кстати, вам врачи не рекомендовали? Нет, это все, нет, это все чепуха. Это все народные методы, типа, да? Да, да, это все чепуха. В окно высунулся, говорит, Ледвид, ты лучше томатного сока принеси нам. А я томатный сок люблю вообще с Узбеком. Тогда же помните, была трехлитровая банка, это же такой был сок классный. А поднять как? Ну, пришлось бинт разматывать. И он на бинт завязал банку и майонезную спирт, и трехлитровую банку этого. Мы ее подняли, я вот к Коле этому тетинку говорю, томатный сок будешь? Он говорит, ой, томатный сок буду. Утром жена с сыном пришла ко мне под больницу, вышел дьяконов врач. Вышел, говорит, ты что сюда пришла? Она говорит, к Вовке пришла. Говорит, давай собирай, забирай ребенка и мотай, чтобы тебе ноги твои здесь не было. А еще до этого бегала жена Хадимчука, орала, Валера, 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 Валера. Мы, я говорю, не переживай, он где-то здесь лежит, просто не слышит, наверное. Ну, хотя мы уже знали, что Валера-то уже не знаю. Потом появились врачи московские. К вам в Припять приехали? Да, да. Они прилетели на самолете, с Киева их вертолетом к нам привезли. Они так заходят в палату, подходят к больному. Открой рот, открыл, скажи АА, в Москву. Открой рот, АА, в Москву. Ну, и до нас очередь доходит. Я говорю, что, тоже в Москву? Открой рот, скажи АА, в Москву. Я говорю, она как, как надолго? Ну, сказали дня на три, на четыре. А у меня там еще знакомая работала, Алла Ивановна, старшая медсестра в хирургии. Она ко мне заходила, говорю, Володя, иди сюда. Я говорю, что такое, иди сюда. Зашли к ней в кабинет. Она мне такую бутылку спирта дает. Что вообще-то спиртом вас угощает? Ну, потому что, ну, она, видимо, знала, что будет эвакуация. Там у нее такой бутыль спирта стоит. У нас старшая медсестра там. Она мне просто банку с подфизраствора вылила, физраствор налила туда спирта и резиновой крышкой закрыла. Говорит, на, говорит, пригодится. И пригодился. Этот спирт у нас стоял все время, пока мы в больнице лежали. Мы ни грамма не выпили с него. Так, а в итоге что с ним произошло? А потом выпили, когда с больницы выписались. А, вру, мы в самолете выпили. Первый раз. Приехали в Москву, даже автобус тоже ждал нас. Икарус, икарусы, вернее. Привезли нас в шестую клинику. И нас там по два, по три человека в сам пропускник. Загоняют, ну, в смысле, заводят, там моются. Всех же больных тоже с шестой клиники эвакуировали. Эвакуировали, то есть по разным больницам порассовали их. Да, это понятно. И у них даже, они, ну, то есть не были готовы к такому количеству больных к приему. У них даже не было одежды. То есть мужикам давали женские халаты, там эти вот ночные рубашки, все такое. Мы там ржали, конечно, смеялись. Ну, еще молодые же ребята, всем там, по 25, по 30 лет. Мы попали с Игорем и Сашей Агуловым, с Генрихом попали во вторую кардиологию. Была там такая отличная врач была, Сара Борисовна Ханина. Да. Ни один человек у него не умер. Как вас лечили? Вот в чем заключалось? А не знаю, как лечили. Там какие-то мази давали, какие-то там мазали что-то там во рту, капельницы. Давали для укрепления иммунитета таблетки, какие-то там уколы, капельницы. Дозиметристы по раза четыре на день ходили. Мылись мы первую неделю вообще там, с душа не вылазили. Матрасы под нами меняли постоянно, белье меняли. Потому что вот помоешься, вроде придешь, они этот матрас выкинули, новый постелили, там все заправили. Полежал, приходит дозик, померил, встань. Встает, матрас меряет, выкиньте его, другой матрас. Как вы себя чувствовали в этот период? Как я чувствовал, сейчас я вам скажу. Вот если вы напивались хоть раз, так вот серьезно. Ну, теоретически, представьте. Ну да, вот когда вот утром просыпаешься, да, вот сильного перепоя, там допустим, вот если там еще и намешал, там такого. Вот и вот такое состояние было, как вот глубокое такое похмелье, неуверенность, вот это все плывет, вот это все такое вот как-то. И так постоянно, да? Неуверенность, дрожь такая, знаете, вот внутренняя. А еще тем более, когда пригнали военных туда, ну, солдат, они там лагерь разбили на территории больницы, срочники солдаты, молодые. Ну, чего солдаты? Они мыли палаты, покойных выносили, которые умирали, то есть вот такое. Ну, обслуживали персонал. Батальон с Нарафаминска приехали, вот, и она же как нас, вот как положили в отделение, и все. Двери на замок, то есть, вплоть даже до того, что в туалет нельзя было ходить, то есть тебе принесли судно, там, эту утку. В каждой палате сделали типа сам пропускника маленького, там заходил врач, одевал всегда этот повязку, да, маску. Врачи местные не справлялись сами, так потом уже, я уже узнал, там, в Москве проходили какие-то курсы повышения квалификации военных врачей. Их, оттуда вот, да, их вот типа, вот вы военные, учитесь лечить лучевую болезнь. И мне попался там Михаил Николаевич, такой хороший моряк, капитан-лейтенант, вот нормальный такой. А тогда же чемпионат мира по футболу, а я же в футбол, это же вообще... Страсть. Да, это вообще хуже неволи. Так мы там попросили, чтобы нам поставили телевизор, вот, и, ну, и смотрели этот футбол. Стало страшно, когда начали умирать. Да, я хотела об этом спросить. Когда начали умирать, страшно вообще, вот, сегодня ты с ним разговариваешь, завтра раз, его нет. Я же вот не договорил, нас вот так как закрыли в этих вот, в этом отделении, вот, и вообще выйти было невозможно. И вот только мы через вот этих солдат, мы узнали, кто умер. А нам тогда приносили сигареты бесплатно, апельсины, мандарины, ну, то есть у нас тумбочки были забиты всем этим вот... А кто приносил? Ну, государство. Государство придавалось сюда? И вот я этих солдатиков, я подкармливал, они приходят, ну, я сам, я сам был солдатом, знаю, что такое, приходит этот Рашид, я говорю, Рашид, вот, кулек возьми там, пацана раздашь, там, сам покушаешь. Вот, и вот это он нам рассказывал, когда вот кто-то умер, вот, говорит, тот умер. А потом как-то Игорь научился выходить с отделения, и он ходил там по этажам, там, вот, к Кургузу к Толику заходил, заходит, как-то у него был, приходит, говорит, Говорит, Вова, сходи к Толику, говорит, он просит, чтобы ты, это, пришел, что ты, говорит, не приходишь? Я говорю, да, я говорю, ну, чего, я пойду, ну, чем я помогу ему? Ну, 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 хорошо, пойду схожу. Пошел к нему, сходил, подошел-то к нему, он лежит весь черный, как головешка, блин. Говорит, ну, как ты, Толя? Он говорит, ты знаешь, говорит, сегодня хорошо. Наверное, я выживу. Ну, долго там же нельзя быть, там, буквально, там, я сразу ушел. А наутро приходит, говорит, Кургуз умер. Вот это вот медсестры все, они, они, они все говорили, что вот перед смертью всем почему-то, ну, легче, да. Да, то есть улучшение было такое, ну, типа, намного улучшения, намного, уже люди себя чувствовали, что уже вот, ну, все, наконец-то, вот это кризис миновал, все будут. И вот это у всех такое было, вот я слышал. Сколько времени в итоге вы там находились, в Москве? Ну, вот, считайте, с 27 апреля по, наверное, конец июня. Вы знали в это время, где ваша семья? Нет, не знал. Дело в том, что изоляция была полная, но дело в том, что мне это еще повезло. У меня тетка моя в Киеве жила, она работала в райкоме комсомола, и она уже тогда нашла жену и жене сообщила. Да, а после, после Москвы я как раз, после больницы я когда поехал в Ялту к жене, в санаторий, там она сыном была, я поехал через Днепропетровск, там у меня кум хороший живет, тоже в футбол месте играли, Толик Терендей. Вот, я к нему приехал, и мне там как плохо стало. Уже после лечения? Да, да, да. Вот я на солнце выхожу, меня потом обдает, захожу в тень, меня колотит, морозит все это. Вот, и потом уже когда приехал в Ялту, нам там отдельный домик дали, и мне там тоже плохо было. Вот ни с того ни с сего, просто вот раз и все. И у меня страх, и какая-то паника вот такая вот, и меня и колотит, и короче, ну не знаю, вызвали медсестру. Там позвонила, вызвали доктора, скорая приехала. Привезли меня к этому главврачу этой поликлиники, или как она называется, не знаю. А там был такой еврей, Михаил Семенович, блин. Он так на меня посмотрел, говорит, говорит, Володя, я тебе честно скажу, я не знаю, что с тобой делать. И в итоге оно как-то само нормализовалось, да? Ну да, но я еще думаю, что, знаете, может быть, все-таки то, что вот я занимался спортом, так, ну конкретно, вот может быть, еще это вот как-то, знаете. Здоровье крепкое было, да? А как ваш ребенок, он все-таки для ребенка пережить повышение рождения? Ребенку было плохо, а он до этого, Валя говорит, жена говорит, что он падал до этого, то есть, ну вот. Сознание теряло, да? И он, видимо, знаете, ну ребенок-то маленький, еще трех лет-то ему нету, он, видимо, уже понимает, что если он упадет, то будет больно, да? Вот ему плохо, и он вот так вот ложится. То есть, вот, ну, чтобы не упасть, ложится. Вот так было несколько раз. Ну, он стоит на учете, там какой-то канадской клиники, ему там постоянно какие-то письма присылают, там щитовидку меряют. Ну, у меня же еще дочка родилась после аварии. А с ней как? А с ней хорошо, отлично. А еще такой эпизод, как у вас складывались взаимоотношения с сотрудниками КГБ, они же наверняка вас допрашивали. Да, допрашивали, катастрофа, и КГБ допрашивала, и Генеральная прокуратура допрашивала. Сначала меня допрашивали где-то через дней, наверное, 5 или 6 в больнице в Москве, в 6-й. Стоят кинокамеры одна на меня, тут стоит монитор, туда я впервые взял Sony телевизор. У них это все уже было. Ну, вы что, по тем временам Sony? Да. Показывал мне фильм, это что показывали, когда вертолет облетал блок, ну, вопросы были такие, где-то находился, кого-то видел, может кто-то незнакомый, может кто-то в первый раз видел, может, ну, то есть они отрабатывали, скажем так, вариант диверсии. Вариант диверсии, да, я говорю, никого, я говорю, всех своих, никого чужих я не видел, подписка о неразлашении, а такое, вот это мне первый раз допрашивали, ну, всех допрашивали, а потом, мы уже когда по выписке из больницы, нас направили в Подмосковье, есть там такой населенный пункт Крюково, там филиал этой больницы, ну, типа там, санаторий, вот туда нас привезли, одели нас всех одинаково, синие спортивные трикотажные костюмчики, желтые кепочки, вот, какие-то там кеды, вот, и туда в Крюково, и там мне два раза допрашивали, представился мне такой солидный мужичок, лет, может, так, 35-40, старший советник юстиции, при генеральном прокуроре СССР, по особо важным делам. Серьезная должность. Да. Ну, и вот мы с ним пробеседовали, такая доверительная беседа была, такая. Ну, это их метод. Да, мы с ним пробеседовали целый день, до ужина. Я говорю, хоть сигареты, давайте я пойду возьму, он говорит, а у меня есть. Мы ставили сигареты, и мы вот это, ля-ля-ля, ля-ля-ля, с ним этот целый день пробеседовали. Я говорю, ничего он мне не сказал, ничего. Я говорю, это что, допрос? Он говорит, нет, это беседа. Ну, и побеседовали. Ну, наверняка где-то магидафон стоял, это сто процентов. Ну, конечно. Сто процентов, это я даже к гадалке не ходи. Потом через два дня снова приходит медсестра, говорит, Володя, тебя снова туда вызывают. Я говорю, так я же только был два-две назад. Не знаю, мне сказали, тебя аж вызвали. И опять, целый день. Но уже подписка, все-все-все, под протокол. И вот это я рассказываю. А рассказывал те же самые вопросы, которые он мне задавал при беседе. Вас ни в чем не обвиняли? Не, упаси Бог. А в чем меня обвинять? Понимаете, долгое время вообще работников станции, в частности пятой смены, считали виноватыми в этой катастрофе. Да, я считаю, что оперативный персонал нашей смены вообще супер, как сработал во время этой аварии. Я же вам говорю, не было никакой метушни, никакой там истерики, никакой паники. Все четко по инструкции. Спокойно были, как олимпийцы. Ну, наверное, поэтому в итоге все равно через какое-то время персонал Чернобыльской станции наградили правительством. Да, но меня наградили уже через 25 лет орденом за заслуги третьей степени. Положено было получать за этот орден деньги. Там, по-моему, я получал первое время 108 гривен за орден. А потом перестали оплатить, сказали, что это входит все в пенсию. Он у меня лежит, я его наделал только один раз. На свадьбу, когда сын женился. Но все-таки вы вот с высоты прожитых лет, когда смотрите на все произошедшее, вспоминаете, почему, на ваш взгляд, произошло? Кто виноват в этой аварии? Ну, вот я же вам сказал же вначале, что вот я вот склоняюсь к тому тезису, который был в «Комсомольской правде». С течением обстоятельств, да? Да, что совокупность маловероятных причин привела к аварии. То есть, ну, я же говорю, это могло случиться на любой станции, не только на Чернобыльской. Ну, вот, видимо, судьба Чернобыльскую станцию выбрала. Ну, так случилось. Жалеете о том, что вот так вот произошла ваша жизнь? Знаете, я скажу по-другому. Я жалею город. Вот честно. Просто вот, знаете, много возможностей люди потеряли. Вот, допустим, я считаю, что я потерял очень большую возможность. Я могу там, допустим, стать хорошим тренером. Мог бы что-то какое-то там дело в Припяти открыть. Тем более в Припяти для меня были все ворота открыты, все двери были открыты. Да неизвестно, как бы вообще СССР развивался, если бы не эта авария. Совершенно правильно. Поэтому ваш вопрос точно меня как-то в тупик послал. Я даже как-то об этом не задумывался. Я жалею, да, что там друзья мои погибли. А в Украине вот именно, что с пятой смены я практически один живой остался. Из лучевиков. Как здоровье? Да ну как, по-всякому здоровье. Я сейчас стараюсь на свежем воздухе больше находиться. Но сейчас вам уделяют какое-то внимание? Проходите вы после лечения? Кому мы сейчас нужны? Вот так честно говоря. Вот кому мы сейчас нужны? Ну как это? Ну вот, ну смотрите, Людмила, сейчас все построено на коммерческой основе. Сейчас, допустим, в ту же больницу проще, ей лучше взять какого-то генерала, который отслюнявит ей там той же больницы, тому же главврачу или там, я не знаю. Лучше будет он лежать, чем ляжет Семейкопов с лучевой болезнью. Понимаете? Вам официально был поставлен диагноз? Конечно. Я даже помню наизусть свой диагноз. Я могу вам его процитировать. Процитируйте. Острая лучевая болезнь в результате жесткого гамма-облучения костно-мозговая форма. Дословно. А так вы активный очень образ жизни ведете, да? Да. Стоитесь не унывать. Я в больнице, все ходили, говорят, ну, говорит, Вова ты даешь. Если бы не ты, мы бы там поумирали все. Я ходил, знаете, как... Позитивчик такой. Да, такой, то анекдот, то что-то еще, то что-то ха-ха-хи-хи, там, взойду, там, они говорят, вот, говорит, блин, как ты можешь? Я говорю, ну, а что? Говорю, ну, что, носы повесить и вот это ждать самого худшего, говорю. И когда приезжали туда, и вот этот великий Гейл, да, вот этот доктор Гейл и Тарасаки, американцы, они тогда приезжали, они тогда сказали, говорят, максимум 7 лет, уже 33. Дай Бог вам жизни, здоровья. Да. Как говорят у нас друзья, говорят, пока мы пьем, мы не победим. И главное позитиво, побольше. Пока мы пьем, мы не победим. Да, потому что без этого в наше время, при нашем отношении государства, да, я согласна с вами, что не ценится то, что люди отдали свое здоровье зачастую жизни ради того, чтобы мы жили сейчас спокойно. Совершенно правильно. Да, но, тем не менее, позитив поможет нам справиться во всем. Субтитры сделал DimaTorzok